Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию немножко необычную приманку. Вот это уже побывало в зубах хищника не один десяток раз. Потрепанная, но не побежденная. Выполненная в стиле Минноу. Если мы с вами будем изготавливать под разные рыбалки, то необходимо учитывать то, что мы с вами, вот как это немножко меньше, мы с вами будем имитировать малька. Поэтому по весне она должна иметь одну величину, а ближе к осени, понятное дело, что малек наш уже подрос. Давайте приступим. Для изготовления нам понадобится с вами некоторый необычный материал, но я специально вам показал старые мушки, для того, чтобы вы увидели, что можно изготавливать это и из искусственного меха. в начале я подготавливаю место для крепления глазок. В среднем мы должны с вами разбить вот на три части и изготавливать. будем в первой трети крепим глазки. Глазки я подготовил гантельки, так, чтобы вес составлял моей приманки в районе трех граммов. Ну, как крепить глазки, вы сами знаете, поэтому я не буду ударять в это, заострять внимание. Поэтому капнули капельку клея, промотали, закрепили. Проверили, чтобы стояли хорошо. И теперь мы переворачиваем наш крючок. Так, крючок я взял изначально не совсем для таких целей, но так как мы хотим изготовить эту приманку, поэтому я подобрал крючок карповый, для того, чтобы была возможность изготовить хорошую, мощную и крепкую приманку. Так как на нее с удовольствием ловится не только судак, но и берет хорошо щука. Давайте продолжим. Если вы захотите, можно еще огрузить, но я считаю, что пока этого будет достаточно. Основное крыло и тело, по легенде этой мушки, изготавливается из вот такого меха оленя. Вы изначально для себя уже выбрали, какой будет величины наша мушка и подбираете под нее теперь уже соответствующую длину волоса. Желательно брать, как вот я вам показываю, вот часть ту, которая как можно ровная. Желательно волоски, чтобы у нас были не толстые, потому что сами наборы бывают разными и исходя из этого потом возникают сложности в изготовлении той или иной мушки. То мех толстый, то очень скользкий, поэтому выберите один раз для себя. Я уже вам показывал, в интернете продаются такие наборы или же в магазине. Теперь я беру пучок и начинаю сразу безжалостно вот так вот выдергивать и выбрасывать те волоски, которые у меня изначально торчат. Или вот как я вытащил пучок, который тоже, он короткий и мне не подойдет. Поломанные все. Потратьте время, но желательно подобрать. От этого будет зависеть вся красота нашей мушки. Вымеряем длину крыла. В среднем вяжется эта мушка, была придумана для рыбалки на море. Поэтому все морские приманки значительно больше, чем наши пресноводные. Учитывая нашу особенность рыбалки, я изготавливаю хотя бы приблизительно две длины, две с половиной длины нашего крючка. То есть на длину порядка семи или же десяти сантиметров. Вот мы вымеряли. Вот столько нам приблизительно будет достаточно. Толщина пучка должна составлять порядка ампулки. Особенность крепления. Так же, как и всегда, я наношу капельку клея на цевьё и наношу на торец наших волосков. нить обыкновенная где-то порядка четыре ноль. И теперь для того, чтобы нам более качественно закрепить, мы не сильно подтягиваем одной второй петлей. И после этого только лишь подтягиваем наш мех. Переводим нить заглазки. здесь уже можно придавить несколько посильнее. И сделаем буквально один два оборота. Так, чтобы мы поравнялись с вами с загибом. Как видите, у нас вышло узенькое, ровненькое и длинное тело. теперь мы точно также должны здесь прихватить сильно неусердствуем. Для более качественного крепления добавим на место крепления капельку клея. Она хорошо впитается и будет достаточно крепко держать наш мех. и также возвращаясь теперь опять к своим глазкам. Вернулись. Здесь окончательно закрепим, чтобы не было у нас горбыля. Я изготавливаю допустим такого типа мушки, немножко отступая от тех канонов, которые использовались нашими американскими друзьями, когда они конструировали эту мушку. Я взял небольшой вот такой пучочек красного меха песца и совсем немножко обозначу наши плавнички. Подхватили и буквально вот так за головой сделали один-два оборота и возвращаем нашу нить обратно. для того, чтобы вязать мушку, а вяжется она у нас вот в таком положении, мы переворачиваем тиски. Если у вас нет возможности, надо переворачивать крючок. У этой мушки изначально не было допустим предусмотрено тех элементов, которые я хочу внести. это мы с вами должны если у вас есть, если нет, можно обойтись. Я хочу изготовить щечки из джунглевого петушка. Если по каким-либо причинам у вас допустим нет этого материала, можно спокойно заменить, как я уже говорил, на любой элемент, который вы сочтете необходимым. поэтому я подготавливаю перышко. Изначально я планировал это перо, чтобы у меня доходило оно до середины загиба. Перевожу нить опять за глазки и как раз в районе крепления наших глазок будем крепить наши перышки. Для удобства изготовления переставим немножечко крючок, так, чтобы было нам удобно крепить материалы вот в такое положение. У этой мушки я для себя лично допустим подобрал определенный цвет. Вы друзья мои можете для себя как вы захотите, но желательно так, чтобы напоминало кормовую базу. Берем вот у меня имеется вот такой флуоресентно окрашенный немножко шартрес мех оленя отрезаем такой же пучочек, как мы крепили внизу. Может быть несколько будет у нас плотнее. Подравниваем также волоски, чтобы они у нас не торчали во все стороны. По необходимости можно будет вот так пучок взять и прокрутить для того, чтобы они выровнялись. Вымеряем длину, она должна быть совсем немножечко короче от длины нашего белого меха. Берем клей, наносим на место крепления и промазываем торец как как обычно нашего меха. Особенность крепления заключается в том, что мы должны с вами сперва подхватить вот так. И теперь, чтобы мех у нас не разъезжался, мы должны плавными витками, не сильно придавливая наш мех, закрепить его строго над глазками, дойдя до наших перышек. Оставляем вот в таком положении. Теперь, возвращаясь назад, поплотнее прихватим наш мех. В качестве привлекающего элемента я подготовил вот такой небольшой пучочек крученого люрекса металлизированного. из старых запасов, который достаточно крепкий, имеет необходимую жесткость для того, чтобы мы использовали в нашей мушке. Крепим его так же, как и крепили наш мех. Подхватили притяжной петлей, пока не приматываем, оставляем здесь. Для увеличения и без того, хорошей игры нашего крученого люрекса я добавлю буквально несколько прядей голографического люрекса, чтобы придать еще более привлекательный. Особенность этого люрекса заключается в том, что он хорошо работает в ультрафиолете. мы с вами берем вот так наш люрекс, подхватываем двумя пальчиками и теперь строго над центром крепим наш люрекс. Подобрали длину, остатки отрезали. добавим еще немножко строго над глазками. Подхватили, этого достаточно. Для того, чтобы осуществить в дальнейшем нам крыло, понадобится подобрать обязательно мех, чтобы был несколько длиннее меха, который мы закрепили с вами зеленым цветом. Поэтому, если у вас имеется мех несколько другого оттенка, используйте его, потому что покрывное крыло должно быть у нас значительно длиннее нашего зеленого. Можно использовать сочетать так, как я изготавливал уже неоднократно и мех искусственный. Также подравниваем наши концы, примеряем нашу длину, она вполне меня устраивает. Короткие волоски, те, которые есть и поломанные, убираем сразу. Крыло должно быть достаточно аккуратненьким и ровным. И самое главное, это вот торец, который мы будем крепить меха, он тоже должен быть идеально ровный. Опять берем наш клей и также наносим на цевьё и промазываем торец нашего меха. таким же способом сперва подхватили наш мех, не прихватываем, движемся теперь к глазкам. Не доходя до глазок, как вы видите, совсем немножечко останавливаемся. и теперь можно подкрасить нить, можно поменять нить, но я допустим в этих случаях подкрашиваю, поэтому мы можем с вами сейчас промотать белой, а потом спокойненько подкрасить нашей чёрной, чёрным фломастером. И аккуратно сформируем теперь головку. я нанёс капельку клея, понятное дело, что надо дождаться, чтобы хорошо пропиталось, ну и поставил крючок в то положение, в котором наша мушка, стример будет работать. Как вы видите, достаточно симпатичное прогонистое тело, которое не пропускает судак, потому что изначально эта мушка изготавливалась для поимки судака вместе с чебурашкой. Учитывая то, что очень эффективно работает практически по любому хищнику, я стал изготавливать для ультралайта с использованием вот такой небольшой огрузки латунными глазками. Прошу вас в комментарии, пожелания. Наша мушка уже готова. Спасибо, до свидания.